Если считать от хэтчбека Renault 30, то французская компания, когда-то бывшая даже государственной, выпускает модели бизнес-класса вот уже почти полвека. Однако этой славной традиции приходит конец. Renault Talisman, последняя попытка французов завлечь публику большой машиной, отправляется на покой. Каким он был? Солидным, длиннобазным и очень консервативным, что внутри, что снаружи. Но статус самого вместительного среди одноклассников не привлёк достаточного количества покупателей. Так, с 2015 года европейцы приобрели лишь около 120 тысяч таких машин. А это, на секундочку, аж годовой тираж Passat, который, кстати, тоже недавно оказался исключён из производственной гаммы Volkswagen. Понятно, что новых моделей классов D и E от маркера Renault ждать бесполезно. А следом за талисманом со сцены сойдут однообъёмники Scenic и Espace. Их место, ясное дело, займут кроссоверы всех мастей и форматов. Кстати, о кроссоверах. Nissan Qashqai третьего поколения примерил гибридную систему e-Power. Это последовательный гибрид, где передние колёса вращает единственный электромотор, установленный вместо коробки передач. Сердцем системы выступил трёхцилиндровый полуторалитровый турбомотор. Да не обычный, а с изменяемой степенью сжатия. Он выдаёт около полутора сотен сил, а совокупная мощность такого Qashqai – около двухсот лошадей. Работает всё это так. Если нужна только лишь подзарядка батареи, мотор работает на предельно низких оборотах и с высокой степенью сжатия. А чтобы вдобавок запитать тяговый электромотор, электроника снизит степень сжатия, но повысит отдачу ДВС. Японцы пока скрывают динамические возможности новинки, но объявили средний расход топлива – чуть больше пяти литров. Что странно, с турбомотором и вариатором обычный кроссовер потребляет всего на стакан горючего больше. А вот Volkswagen Multivan поколения Т7 наоборот – разжился простыми версиями, хотя поначалу предлагал только лишь новомодную гибридную начинку. Сначала минивену перепал полуторалитровый агрегат, что работает по экономичному циклу Миллера. Затем классический двухсотсильный двухлитровый турбомотор. Сейчас гамму пополнил дизель объемом 2 литра и мощностью 150 сил, что отвечает актуальным эко-нормам Евро 6D. К нему прилагается преселективная коробка DSG.